Музей Музей, вообще-то говоря, это специальный институт, созданный обществом, такой социальный, для одной, если описывать бытовым языком, довольно простой и понятной цели. Вот общество в своем развитии осознает какой-то предмет, как ценность, которую уже нужно изъять из повседневного обихода, то есть перестать ей пользоваться этой вещью, для того, чтобы сохранять и передавать из поколения в поколение. Соответственно, изучать, предъявлять. Вот для этого обществом создан социальный институт, который называется музеем. В принципе, очень у многих людей музей ассоциируется, поскольку с какими-то древними прошедшими временами, то кажется, что и музей сам по себе – это что-то очень такое древнее, пришедшее к нам из глубины времен. И, возможно, вы удивитесь, если я скажу, что музей в его нынешнем виде возник в 19 веке. Совсем недавнее явление. В общем, музею в его современном понимании где-то лет 200. Так на рубеже 18-19 веков сложился музей в его современном понимании. Но была долгая предыстория. Эта предыстория связана с коллекционированием. Потому что страсть к собирательству, она была у человека с древних времен. И, в общем, первые коллекции известны еще с античных времен. А такие прото-музеи, то есть коллекции, которые стали как-то предъявлять другим людям, ну, скажем так, с эпохи Возрождения. Тем не менее, это еще все были не музеи. И где-то в 17 веке стали возникать такие своеобразные формы, которые по-разному называли кабинетами древности, древлехранилищами. Но наиболее распространенным было слово «кунсткамера». Вот «кунсткамера» – это уже такой почти музей. Однако у «кунсткамеры» есть огромное отличие от музеев в современном понимании. Потому что «кунсткамера» – это собрание диковин некоторых. И эти диковины представлены там не систематически. То есть каждый человек, который приходит туда, он должен рассматривать отдельный предмет. Они никак не связаны. Там нет того, что мы сегодня называем экспозицией. То есть какой-то смысловой последовательности расположения этих предметов. Он должен их рассматривать, разбираться, понимать. И при этом проявлять особое качество, которое по-английски называется словом «curiosity». Это любопытство, любознательность. А также еще значение есть одного этого слова – чудачество. Интересно, что именно это значение слова сохранилось в современном языке. И когда мы говорим сегодня «курьезный», то имеется в виду какой-то такой чудаковатый, странный, несерьезный. А на самом-то деле в своем таком более раннем значении это слово, вот каждый человек, он должен был быть несколько «куриоз», то есть таким вот курьезным, любознательным, любопытным. И вот таковы были кунсткамеры, они делались вот для таких любознательных, любопытных людей. А потом пришла эпоха просвещения. И музеи начали создавать свои собрания по некоторым систематическим основаниям. Даже сейчас, когда ты заходишь в какой-нибудь старый, давно сделанный музей, то в основе там лежит вот этот принцип такого просветительского музея. Я, например, хорошо помню, как-то раз я пришел в естественно-научный музей в городе Вена. Очень старый музей. И там я захожу, и там такой огромный зал. И в этом зале стоят витрины, причем еще такой старой формы. Вы знаете, они такие были с наклонными боковыми плоскостями. Так я бы сказал, крышки гробов напоминают эти витрины. Хотя и стеклянные. И на каждой витрине стоит бронзовая табличка, на которой по-немецки написано «Систематиш». Вот это такой классический просветительский музей, когда все разложено в ящички, в свои коробочки, в отдельчики. И если это естественно-научный музей, то он, условно говоря, устроен как линеевская таблица. А если это музей исторический, например, то он устроен как учебник истории. От древнейших времен до наших дней. Это просветительская модель музея, которая в наиболее чистом виде реализовалась в Германии, потом разошлась по всему миру. И надо сказать, что сегодняшние наши музеи, в большинстве своем, они до сих пор несут в себе черты вот этой просветительской модели. Но если вы зайдете, например, в Государственный исторический музей, то вы увидите экспозицию, построенную по хронологическому принципу. Или если вы зайдете в Третьяковскую галерею или в Русский музей, вы увидите экспозицию, сделанную по историкам монографическому принципу. То есть там одновременно и по хронологии, и по именам художников. Это вот такой систематический подход к музею, который, в общем, просуществовал много лет. Однако была и другая линия в развитии музейного дела, которая существовала всегда, но была как бы такой боковой. Ну, вот не очень популярной. Это так называемый гидонистический музей. Музей, который основан не на принципе передачи знаний, ориентирован не настолько на передачу знаний, сколько на приятное времяпрепровождение и на получение удовольствия от посещения этого музея. Интересно, что сегодня художественные музеи начинают приобретать такую тенденцию в сторону музея гидонистического. И вот современный художественный музей, я считаю одним из таких наиболее красивых и чистых примеров, это музей Инзельхомбройх, который находится в Германии. Это неподалеку от Дюссельдорфа. Музей, который был основан, вообще-то говоря, частным лицом, создан. Это был такой бизнесмен, да он, собственно, жив до сих пор. Это все не такая давняя история. Она относится к 90-м годам создания этого музея, ну, к концу 80-х и 90-х, который был успешным риелтором. И он, наработав большой капитал, он прекратил свою деятельность и решил целиком эти деньги потратить на создание прекрасного музея. Он купил участок земли. И этот участок земли он объявил островом, назвав его Инзельхомбрых, то есть остров Хомбрых. Уверяю вас, это просто сельскохозяйственная пустошь. Там нет никакого острова, но сам он говорил о том, что это остров в таком метафорическом смысле. То есть там все происходит не так, как в обыденной жизни. И вот он на этой пустоши сельскохозяйственной насадил сады, причем этим занимались ландшафтные архитекторы. Очень, так сказать, там это все красиво продумано. Там поставлены специальные павильоны, построенные из старого, кстати сказать, голландского кирпича. Это все, так сказать, такой экологичный проект от разобранных построек. И внутри этих павильонов он разместил огромную художественную коллекцию. При этом коллекция, это с одной стороны диапазон такой. От его приятелей, современных дюссельдорфских художников, до там афортов Рембрандта, к хмерской скульптуре, какого-то искусства Востока. Все это там абсолютно вперемешку. То есть там нет никакого такого смыслового выделения, во-первых. А во-вторых, там нет ни одной этикетки в этом музее. И смысл состоит в том, вот посмотрите, как это красиво. Послушайте, как вокруг поют птицы. Посмотрите, как это вписывается в окружающий пейзаж и ландшафт. То есть человек туда приходит, вот послушать журчание ручейка, там, я не знаю, посмотреть на это прекрасное искусство. И получить от всего этого такое вот эстетическое наслаждение. Совершенно нету никакого желания посетителя чему-то обучать. Это место, где люди должны получать удовольствие. Немалые перемены стали происходить и с музеями естественно-научными и научно-техническими. Потому что та дидактическая система обучения, которая была заложена в просветительском музее, она не очень работает применительно к современному посетителю. Потому что применительно к современному посетителю скорее правильнее было бы приложить известную китайскую поговорку, которая гласит, расскажите и я забуду, покажите и я запомню, дайте мне сделать и я пойму. Таким образом, в музеях все больше и больше начинают использоваться так называемые элементы интерактивности. При этом они относятся к самым разным вещам. Ну, тут можно говорить о использовании современных компьютерных технологий. Но иногда, я не знаю, есть, например, музей исторической реконструкции, вплоть до того, что людям дают возможность пожить, например, в пещере, как первобытные люди. Такое вот происходит непосредственное участие и через него понимание и запоминание. Кстати говоря, элементы интерактивности сегодня есть даже в художественных музеях. Я говорю, что художественные, почему даже? Потому что, ну, все-таки искусство, оно наиболее сложно в этом смысле для вот таких активных интерпретационных техник. По той простой причине, что если, я не знаю, в музее, где показан старый там чугунный пресс штамповальный, его можно дать потрогать и даже повертеть, то понятно, что когда речь идет о древнем произведении искусства, да и о современном тоже, в общем, это то, чего пощупать нельзя. Простой пример. В галерее Виктории Альберта, в музее Виктории Альберта, есть английская галерея, так называемая, в Лондоне. Если мы заходим в отдел 18 века, мы видим портрет 18 века, на котором дама в соответствующем наряде 18 века, стоит рядом сервиз, здесь же рядом стоит уже в натуре такой же сервиз, и в витрине висит это же, ну, или такое же подлинное платье. Но это не все. Рядом с сервизом лежит бой фарфора, который часто находят там, даже не только археологи, а когда метро там, например, роют, и написано, трогай, пожалуйста, тебе дают его пощупать. Рядом стоит ширмочка и висит копия этого платья, которое может надеть любая посетительница и в нем сфотографироваться. Вот это примеры интерактивности даже в художественном музее. Ну и, наконец, я бы хотел вернуться к тому, с чего начал. Потому что музей – это такое специальное место, которое хранит объекты, изъятые из среды повседневного бытования. Тем самым музей, как это ни странно, становится очень точным термометром состояния культуры общества и культурного здоровья. Потому что чем выше культура общества, тем больший круг объектов оно осознает как ценности, которые уже нельзя использовать по первоначальному значению, а надо сохранять. Ну там, эти сапоги уже не надо носить, это сапоги 17 века. Из этой чашки уже нельзя пить, это чашка 18 века. Вот это определение уровня культуры общества. К сожалению, к великому, в нашей стране сейчас музеи пополняются очень медленно и плохо. В этом смысле это как бы не очень хорошо говорит о состоянии нашей культуры. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что у нас пошел процесс демузеификации. Когда из музея извлекают обратно, то и пускают в культурный обиход. Это в основном сейчас относится к памятникам древнерусского искусства, к иконописи. И это свидетельствует о том, увы, что наше общество в культурном плане деградирует. Об этом говорят состояния нашего музейного дела. Продолжение следует...